Одна из таких встреч прошла в Центре развития образования. Делегация соседнего региона презентовала республиканскую систему образования и пригласила окружных абитуриентов в гости. 380 общеобразовательных школ, 17 учреждений среднего специального образования, федеральные и региональные вузы. Образовательная сеть Республики Коми рассчитана на все возрасты и предпочтения. Например, Главный Республиканский университет имени Петерима Сорокина разработал 154 образовательные программы. Там не обучают только летчиков и нефтяников. По последнему направлению образований можно получить в Ухте. У нас очень много разнообразных интересных программ. И в частности, тоже мы известны тем, что разработали одну из эталонных программ этнокультурного образования. Поскольку у нас есть коренные народы, у нас есть национальные языки, поэтому для нас очень много-много общего и интересного для того, чтобы мы вместе сотрудничали. Обучать по целевому приему. Такую форму набора практикуют соседи и советуют округу. Это помогает возвращать выпускников домой и задействовать их потенциал в развитии региона. Так, Сыктывкарский вуз в этом году из 1100 бюджетных мест 400 отдал под целевые места. Экономисты региона уже могут формировать кадровый потенциал, исходя из будущих выпускников. Ректор университета предлагает при муниципалитетах создать специальные комиссии. Они будут отбирать кандидатов на обучение по тем специальностям, которые необходимы работодателю. Работодатель берет на себя обязательства практику, соответственно, на практику ребят забирать. И если считает нужным поддержать его материально в виде дополнительной стипендии или каких-либо других социальных гарантий, и на выходе он получает к себе назад специалиста, который обязан отработать у работодателя не менее трёх лет. Эта система удобна для тех организаций, которые испытывают кадровый голод – больницы, амбулатории, школы, детские сады. Галина Медведева сообщила, округ готов сотрудничать с образовательными учреждениями республики по целевому обучению. В этом году мы планируем это сделать в два этапа. Предварительный – это декабрь. Чётко, точную, так скажем, дату мы определим, да. Попозже известим вас обязательно, чтобы можно было приехать. Почему в декабре? Потому что ребята начинают первично уже определяться, куда будут поступать. Они посмотрят по вузам, где можно будет найти своё пристанище. Ректор вуза отметила – проблем с общежитием нет. Университет имеет достаточно жилых корпусов. Также студенты получают заслуженную стипендию. Министр образования, в свою очередь, добавил – если количество желающих учиться в Коми будет достаточным, Коми Авиатранс пустит прямой рейс до Наренмара.